Всем с праздником! 8 марта, дорогие друзья! Я нахожусь в Сочи, Лазаревская. Смотрите, действительно уже это не слова, а вот такую уже сделали траншею, чтобы привести в порядок набережную возле прекрасной реки Псизоопция. Сегодня она особенно прекрасна. У нас сегодня плюс 15 градусов тепла, но кажется даже больше. Мы собираемся с сыном, к родителям, к Алексеевку. Идем вот по такому парапедику. Я на руках несу собачку, но я прям взмокла вся. Спотела, так сказать, потому что действительно теплый день. Мне кажется, что больше будет температура воздуха. Я вам напишу, если это будет так. Пока на данный момент было плюс 15. У меня ребенок куда-то вообще ушел. Никита, иди сюда! Очень красивая речка. Псизоопция как чистая вода, чистая река переводится. Она, конечно, разная бывает, когда снег тает, особенно в горах. Сейчас надо вот здесь пройти. Такая вот прогулочка по бордюру. Ну, скоро здесь я чувствую, к лету уже будет такая красота. Сейчас, секундочку, неудобно держать. Вот так вот возьму. Здесь рядом гостевые дома, которые летом сдаются. Ну, некоторые зимой, конечно. Вот так. Главное не упасть. Это у меня с одной стороны собака, сумка, куртка, ребенка, куртка. Он уже снял, потому что жарко. Я еще не разделась. Но день действительно теплый. Смотрите, какая красота. Речка светится. Здесь вот все делают, как положено. Вот такие вот новости. Так что скоро будет красивая набережная. Я думаю, те, кто к лету собирался к нам, уже будет ходить по волшебной набережной. По такой красивой. Конечно же, здесь посадят какие-то растения, деревья. И будет такая сказка. Мы идем дальше. Ох, как же красиво. Далеке поезд. Шумит, гудит. Речка всегда по-разному, да? Бежит. Никита, не ходи там. Ребенок уже, наверное, пока я тут шла. И залез. Песок, не надо там лазить. Не надо. Так, наконец-то мы дошли до ступенечек. Сейчас я на паузу поставлю собачку отпущу. Вот у нас тут Роза София. Наконец-то, скажи, без поводка. Но она и так без поводка в основном гуляет. Тут я взяла поводок. Причем... Так, ты купаться собралась? Ты что? Нет. Нельзя. Тут большое течение. У нас все такие спортивные. Любители купания. Никита! Ку-ку! Сейчас тоже положу. Главное, поводок не потерять. Роза, нет, здесь нельзя купаться. Мы подальше пройдем. Что ты делаешь? Никита! Не надо! Вот я в такой легкой куртке, но я уже вся взмоклая. Сейчас я ее сниму. Еще раз всех поздравляю с 8 марта. Желаю счастья, удачи, здоровья, любви, благополучия. Пусть весна будет и в жизни, и в душе. Во всем будет все прекрасно. Люблю вас, мои дорогие. Подписывайтесь на канал. Приезжайте в Сочи. А мы продолжаем прогулку. Может, еще прямой эфир сделаю. Не знаю. Посмотрим. Так, я снимаю пока сумку. Буду снимать куртку, потому что очень, прямо, кот кечет градом, на самом деле. Потому что, ну, очень тепло. Сейчас попробую опять поставить на паузу. Вот я уже и разделась, поскольку действительно очень тепло. И даже вот в такой кофте прямо вот жарко. Мне кажется, никак не 15. Да, действительно, уже побольше тепла. Кто на море, тоже всем привет. Но мы сегодня вот на речке. Собираемся на шашлыки, на природу, к родителям. Так, мне надо сейчас еще взять вот эту вот сумку. Смотрите, какое сильное течение. Реки Псизоопсе. Вокруг вот такой песочек. Очень многие набирают тут камней для декора, для дома. Конечно, радует, что в Лазаревском очень чистая природа, речка. В Сочи, к сожалению, допустим, та же река Кудепска, да, как Смолиная река переводится. Мне тоже она очень нравится, но так как там большие комплексы строят, уже там купаться сложно. Она не очень чистая. Никит, пожалуйста, я тебя прошу. Иди сюда. Так, а мы идем гулять дальше. Ребенок мне вывозился, весь ног до головы. Как и всегда, в общем-то. Не помню случая, чтобы собака или ребенок домой приходили чистыми. Хотя и взять мое детство. Я и похлещик, как говорится. И в лужах купалась. Помимо того, что у меня родители тоже такие всегда спортивные, геологи. И уходили куда-нибудь в леса, в походы. Так что все мне это близко природа. Ты что меня толкаешь? Что такое? Вон туда пока это. А, ты боишься, что я тебя сниму такого чистого? А тут не видно на солнышке. А вот здесь можно и Розе Софии скупаться. Уже вода такая здесь, да? Небольшая. Потому что Розе Софии я хотела с разгона прямо в воду забежать. Никита, смывать лучше вот здесь, где небольшое течение. Если уже ты хочешь... Ой, как здорово! Я, честно говоря, думала, что много народу здесь будет жарить шашлык. Как обычно, когда я гуляла, даже более-менее была погода. Но, видимо, люди уехали еще дальше. Тут очень много красивых мест, где река Аше. И прочее-прочее. Наджи-го, Наджи-го. Названия некоторые уже даже путаешь. Хотя я уже была в разных местах здесь. Где... Выйди из лужи, пожалуйста. Выйди, Никита. Не мочи кроссовки. Где волшебная, сказочная, красивая природа. Волшебные места энергетически мощные. Когда есть возможность, я с собой беру чаши. Они просто не очень тяжелые. Я играю на поющих чашах сейчас в атмосфере. Так что, кому... Кто тоже хочет быть здоровым, перезагрузиться. Это очень-очень полезно. Приходите вот каждое воскресенье. Это воскресенье не будет. Так я буду с 6 часов делать концерты с тибетскими поющими чашами, с гонгом. Это действительно очень и красиво, и полезно для здоровья, для иммунитета, для общего состояния. Ну, показателей очень много. И, кстати, вот в том году я тоже играла прямо вот здесь вот на речке. Брала с собой, сколько смогла унести чаш, поскольку у меня большая коллекция, да, таких профессиональных кованых чаш. Именно кованые чаши дают такой эффект. Музыка может быть красивой и на кастрюлях, я видела, как в Краснодаре, да, играет. Но чтобы это была польза для здоровья, то есть чаши должны быть особых сплавов. И действительно у меня профессиональное, серьезное образование по тибетским поющим чашам. И не только. Я психолог, регрессолог, англотерапевт, энергопрактик с картами, с рунами работаю. Да, рассказываю, поскольку не все знают, кто-то спрашивает. Если кому-то что-то есть, какие-то вопросы, пишите. А мы продолжаем нашу прогулку. Никит, моя любимейшая река Псизоопсе. Иногда меня спрашивают, а зачем ты еще в какие-то места, да, ездишь? Ведь здесь такой рай, да, на земле, в Лазаревском. Вот эта прекрасная речка. Ну, наверное, для общего мировоззрения, для какого-то познания. Я не спорю, да, я тоже эту речку очень люблю. Это моя жемчужина, да. Здесь действительно мощные места силы. Здесь везде, да, места силы. Куда не пойдешь, места колоссальные. Несмотря на то, что рядом, да, Лазаревская. Да и люди здесь хорошие в целом. Разные, конечно, встречаются. Но в целом сама вот эта энергия, она дает, конечно, позитив, мощь, силу. Волшебные места. Поэтому, кто тут не был, я всем советую. Посетить вот эту прекрасную речку. Посетить мои концерты по поющим чашам и гонгу. Что еще хочу сказать. Погода очень переменчива, да. Да и в Сочи, в Лазаревском. Вчера у нас было, по-моему, плюс 10. Сегодня уже плюс 15. Хотя надо, сейчас я посмотрю все-таки на другом телефоне. Мне кажется, что больше погода. Или надо свой термометр найти. Так, вот такая сегодня волшебная речка. Сейчас открою свой телефон. Поскольку, не верю я, что плюс 15. Мне кажется, что погода гораздо больше. Температура. Так, сейчас. Так, так. Вот, у меня тут вообще выдают. Да, и плюс 16 показывает. Смотрите, а в субботу вообще плюс 18. Сегодня плюс 15. Завтра где-то плюс 12, плюс 13. В зависимости от района. Кто не знает, я уже говорила, да. Например, в Адлере, вот в Косте всегда на пару градусов потеплее. В горах, где бы вы ни были, да. То есть, ну, я имею в виду по Сочи. В Лазаревске, как в Большом Сочи относится. Соответственно, тоже погода теплее. Ой, что я несу. Погода холоднее на пару. А бывает зимой на 5-6 градусов, да. Ну, то есть, в каких-то районах она теплее. Она там 1-2, даже 3 градуса. В каких-то холоднее. В горах прохладнее, да. Соответственно, и летом не так жарко в горах. Вот такая вот у нас прогулочка. Напишите, какая температура воздуха у вас, какая у вас погода, как у вас настроение. Как 8 марта, дорогие. Чем занимаетесь, как вы отмечаете. Мы вот так вот решили прогуляться. Долго собирались, раскачивались. Как говорится, долго запрягаешь. Но зато потом отлично. И долго гуляешь. Всех еще раз с праздником. Обнимаю, целую. До встречи. Ну, кто приедет, до встречи. Положи вот эту вот штуку. Положи, пожалуйста. Я тебя прошу. Я буду рыбу ловить. Ну, рыбу, да. Это понятно. Я уже поняла, что ты будешь ловить рыбу. Прекрасная погода. И прям действительно странно, что никого из людей. Возможно, люди... Многие уже вчера, я видела даже вечером, да, у нас в парке Тормаховсквир. Девчонки сидели с бокалами шампанского, так по-домашнему, на улице, как дома. Было это так довольно мило даже, да. Все так потихонечку. Не было какого-то, да, вот разгрома. То есть все так спокойно, адекватно. Я смотрю, это не глина ли случайно? Вроде нет. Песочек, который в глину, да, превращается. Аккуратно, Никит. Просто бывает такая глина. Я уже как-то собирала в некоторых... Да, глина. Но бывает прям голубая глина. Вот и в Анапе, да, и здесь были места волшебные. Из-за дольменов я тоже очень глину целебную находила. Самое лучшее средство, друзья, когда вот природная именно глина. Конечно, если продается глина... Я вот в Анапе с Анапского вулкана собирала глину. Есть там такие вулканы, да, действующие, интересные, такая как яма. Что-то такое, гора какая-то, ну, так как я раньше, хоть я родом из Латвии жила, на Камчатке это говорила. Там, конечно, совсем другие огромные вулканы. А тут можно было прям дойти, да. Никита, сюда подходи ко мне поближе, тут будешь рыбачить. Можно было прям дойти, подойти. И люди летом приезжают на всякие грязи-лечебницы туда. А я была зимой, и поэтому, в принципе, водители, да, которые мне порекомендовали, то есть можно было пройти свободно, никого не было, набрать грязи. Ну, супер. Ну, конечно, нас тоже таких мыслей хватает. И у нас, и в Геленджике. Вот так вот у нас Роза София радуется. Так что, друзья, радуйтесь, как Роза София в весне, даже у кого много снега. Ну, и в целом, все равно уже март, это не январь, да. У-ху, Роза София, как настроение. Скажи, настроение просто отличное. Да-да. Молодец. Ребенок играет в рыбалку, весь грязный, как поросенок. Катались на самокате. В общем, развлекаемся по полной, друзья. Как того и необходимо делать, когда хорошая погода. А тут, на самом деле, когда ты живешь, да, в таком месте, хоть я и в Адлере живу, я на два города, да, и в Адлере живу, в Лазаревском живу. Так как сейчас еще по выходным даю концерты. Ну, вот я говорю, на этой неделе у нас там перерывчик, а так будет. То я буду, тем более уже, да, так обязательно буду приезжать, то тут, то там. Поэтому, что хочу сказать, да, жить в таком месте наслаждение. Погода, даже если дождь какой-то, можно выйти к речке, помедитировать. Ну, даже я хочу сказать, что еще от человека зависит. Когда я жила и более холодном, да, климате, то есть я находила возможность тоже куда-то пойти, побыть рядом на природе. Пусть это даже был небольшой клочок. И даже когда в Краснодаре одно время я там училась, останавливалась, мне, конечно, честно скажу, там не сильно нравится в плане того, что все-таки воздух, когда привыкаешь к чистому воздуху, к Сочинскому, к Лазаревскому даже, к Лазаревскому горах, ты уже как-то вот не можешь. Ну, там свои есть места. Смотрите, какая красота. Эх, речка. Но здесь рыбачить запрещено на самом деле, так как это считается заповедником, национальному парку все это относится. Ну, баловаться можно, а так, конечно, нельзя. Так что, я думаю, к вечеру, может, народ и раскачается. У меня собака пошла гулять. Так что у нас все вот такие вот товарищи. В целом, как тут проходит зима? Я уже как-то рассказывала. Ну, тут тихо, спокойно, да, можно сказать, такая медитация, либо, как кто-то называет, пенсионерская зима. Кафе, как правило, сильно, ну, работают какие-то кафе, но нет такого, что как на каждом шагу, как летом. Ну, с другой стороны, хочется где-то и отдыхать. Нет такого ажиотажа, как это летом, да, происходит. Соответственно, спокойно идешь к речке, людей особо нет. Ну, дожди могут там по 2-3 недели лить, и это не очень приятно. Вот так вот. Из плюсов что? Ну, соответственно, к лету цены на все растут, и на продукты, на то, на то, потому что лето заточено под туристов. Соответственно, если зимой еще можно, да, там, помесячное жилье снимать, то летом, конечно, все по-иному. Везде все продают, надо смотреть, прежде чем что-то брать, да, там, ну, где-то дешевле, где-то дороже, потому что сезон не такой уж он и большой, да, начиная с июня, ну, еще сентябрь где-то захватывается, полоктября, возможно, ну, кто-то уже до конца сентября некоторых гостиниц, то есть все-таки вот так вот. Основное, конечно, это вот идет июль, август, самые месяца. Ну, а зимой тоже классно. Вот я вам тоже снимала не раз. Можно пойти на море просто погулять, подышать морским воздухом. Людей не будет так много, потому что в Лазаровском всегда больше людей, чем даже в Адлере и в Сочи. То есть иногда, я говорю, я снимала, я в шоке была. Стояли в очереди люди, чтобы пойти искупаться в море. Да, и на речке было людей мало. То есть делали вот такие вот сами, да, из камней люди, и дети, и взрослые вместе выкладывали типа бассейнов и купались. Для меня вода самое то. Не сказать, что она там супер теплая была, но она и не была ледяная. То есть все равно она немножко прогревалась в тех местах, где уже была более, да, спокойная. Вот такое вот у нас тут времяпровождение, вот такая жизнь. А некоторые люди, да, кто-то в магазинах, кто-то в бутиках работает, приезжает, кто-то на сезон, кто-то летом работает, а зимой отдыхает. Ну, в целом, кто как, друзья, кто как. Кто-то как я, потому что, ну, у меня широкая деятельность. Я и по онлайну работаю, я и в походы хожу по местам силы. Так что у них разный спектр. Я всех благодарю за просмотр. Еще раз всем желаю отличного праздника, хорошей весны. Приезжайте в гости. Люблю вас, обнимаю. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, делитесь своими впечатлениями. Расскажите, какая у вас погода. Может быть, вы к нам в гости собрались, или мечтаете, или уже были, или еще куда-то собрались. Поделитесь, будет приятно, интересно для многих.